МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Защита диплома, пожалуй, самый волнующий и ответственный момент за все время обучения в учебном заведении. Казалось бы, все уже позади. Годы учебы, долгое мучительное написание дипломной работы, оформление списка литературы. И вот вы уже почти дипломированный специалист. Но нет, ноги подкашиваются, голос не имеет, а руки так и норовят выронить листок с речью выступления. Как же подготовиться к защите диплома, чтобы ваше выступление не перечеркнуло разом все многолетние труды? Именно об этом мы поговорим сегодня в эфире программы «Один день с профессионалом». Уже распечатаны рулоны чертежей, готова пояснительная записка, есть рецензия. Осталось, пожалуй, самое сложное – подготовиться к публичному выступлению. Что говорить на защите, чтобы полно и четко отразить содержание дипломной работы и в то же время уложиться в жесткий лимит времени, отведенный для выступления? Ответы на все эти вопросы знают выпускники Чебоксарского машиностроительного и Новочебоксарского химико-механического техникумов. Цель моего дипломного проекта – спроектировать участок по ремонту электрооборудования универсально-заточного станка 3В642. На подготовку своего дипломного проекта я потратил три недели в целом. В начале, ну, в каждый день по 2-3 часа мы занимались с дипломным руководителем. Мне в моей будущей профессии нравится то, что с этой профессией никогда не пропадешь, потому что моя специальность – техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования. В каждом здании, в каждом помещении страны мира, если рассуждать глобально, есть электричество. И кто его будет чинить, если не электрик? Электрик всегда нужен. Выпускники Чебоксарского машиностроительного техникума составляют костяк многих предприятий республики. Квалифицированных рабочих не хватает, с им более многопрофильных. Давно уже канули в лету те времена, когда молодые ребята учились только одной профессии. Сейчас предпочитают овладеть сразу несколькими. Наш техникум является одним из ведущих образовательных учреждений Чувашской республики. Техникум готовит специалистов среднего звена техников по 8 специальностям технического профиля и квалифицированных рабочих по 6 профессиям. Наши студенты техникума, помимо своей основной специальности или рабочей профессии, могут дополнительно еще получить квалификацию по одной или двум или нескольким, кто сколько желает, рабочим профессиям, таким как электрогазосварщик, станочник широкого профиля, слесарь механо-сборочных работ. Практику производственную и преддипломную студенты проходят на ведущих предприятиях города и республики. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как нельзя лучше? Но это шутка. А если всерьез, то самый надежный способ не надеяться на помощь сторонних сил, а как следует подготовиться к защите. Что и сделали студенты машиностроительного техникума. Тема у меня разработка технологического процесса изготовления деталей крышкой и конструированного фрезерного представления. Взял, потому что эта деталь очень ответственная, она служит в гидросформаторе трактора, и для нее надо было разработать специальное фрезерное представление. Евгений Авдеев пошел работать на завод по примеру отца, а среди выпускников техникума таких немало. Андрей Михайлов тоже не понаслышке знаком с будущей профессией. В процессе выбора дипломного проекта мне была предложена разработка технологического процесса для участка завода «Текстильмаш». Данную тему я выбрал, так как мне интересно было изучить поподробнее работу цехов, проектирование цехов и внести свой вклад в развитие завода. У машиностроения большое будущее в России, так как имеются большие запросы со стороны сельского хозяйства, машиностроения, станкостроения. И я думаю, что машиностроение ждет большое будущее. Отцественное машиностроение для меня интересное направление, которому я хотел бы посетить все свое время. Александр Куприянов закончил Чебоксарский машиностроительный техникум еще в далеком 1978 году. Сразу пошел работать на завод промышленных тракторов, где трудится и по сей день. А сегодня он возглавляет Государственную аттестационную комиссию. Хотелось бы сказать, что с техникумом машиностроительный завод поддерживает очень плотные и долгосрочные связи. И благодаря техникуму, в общем-то, получает достойных специалистов, которые работают на заводе. Я думаю, что на уровне 30-40% работающих в инженерных службах являются выпускниками машиностроительного техникума. Хочется отметить, что уровень достаточно высокий, ребят. То есть обучение на хорошем уровне проходит. И на защите дипломных проектов, вот как сегодня, допустим, мы заслушали дипломный проект, получаешь удовольствие. То есть человек четко понимает, о чем идет речь, представляет предмет, представляет, так сказать, технологии изготовления. Ну и видно, что у него какие-то перспективы есть. То есть очень было бы неплохо, если бы он пришел к нам на завод. Технология машиностроения – специальность которой остается востребованной во все времена. Каждый год на одно бюджетное место претендует не меньше четырех человек. Стоит отметить, что инженеров обучают только государственные вузы и техникумы. Для коммерческих организаций эта специальность слишком дорогостоящая. Для технологии машиностроения требуют наличия в образовательных учреждениях специального оборудования. Станков разных типов, лабораторий, компьютеров со специальными программами для разработки чертежей, технологических процессов, создания 3D-моделей. Это рабочее место оператора станков с ЧПО. Учебное рабочее место. То есть вместо станка вот такое вот учебное место. Оператор станков с ЧПО здесь может освоить навыки программирования на таких стойках, как Heidenheim. Вот она сейчас здесь установлена. Сменная панель. Мы можем установить здесь размерную стойку FANUC и Siemens. Непосредственно отработав программу, можно посмотреть, как она себя поведет в действии. То есть как спроектирована программа, правильная или нет, получится деталь задуманная. Уже эта программа выводится на токарный станочек. Работать на современном оборудовании студенты техникума начинают со второго курса. Именно тогда их обучают основам обработки на токарном станке. Учат правилам безопасности и готовят к производственной практике, которая их ждет уже на третьем курсе. В данный момент у них занятия по обработке наружной цилиндрической поверхности. То есть они проходят практическое занятие просто без измерений, по черновому обрабатывают наружную цилиндрическую поверхность у деталей. То есть снимают верхний слой материала. Халаты и очки – это индивидуальные средства безопасности. Очки защищают их глаза, чтобы стружка не попадала. А халаты, получается, нужны, чтобы защитить их вещи. То есть всеми средствами индивидуальной защиты техникум нас обеспечивают, мы предоставляем их студентам. Стать техником на базе девяти классов можно за три года десять месяцев, а по окончании одиннадцати классов – два года десять месяцев. Считаю, что, может быть, это пафосные слова, но будущее страны – за машиностроением. Это специалисты отрасли машиностроения востребованы на любом предприятии. Сейчас уже современное производство очень отличается от производства, которое было в прошлом веке. Это современные обрабатывающие центра, современные гибкие производственные системы. Студент, наш выпускник, должен не просто владеть теоретическими знаниями, но иметь большой практический опыт. То есть на выходе из техникума он уже должен быть полноценным, стопроцентным специалистом, умеющим работать на современных станках. Мылом можно смыть грязь, уксусом удалить накипь в чайнике, а сухом лимона очистить от пятен одежду. Большинство из нас даже не знают, почему это происходит. Все эти явления объясняет наука химия. Химия – сродни волшебству. Иногда ее называют фабрикой чудес. Она окружает человека повсюду. Что бы мы ни видели перед собой, с чем бы ни сталкивались, повсюду химические реакции. Ученые в разные времена осуществляли многочисленные химические эксперименты и стремились объяснить явления, которые наблюдали. Анализируя результаты опытов, они выдвигали гипотезы, создавали теории, проверяли их на практике. Поэтому химию называют экспериментальной наукой. Но химия – это не только чистая наука. Ее ценность для человечества состоит в том, что без нее невозможно представить ни одной современной технологии. Химия – это одно из перспектив, направлений, вообще промышленности. Потому что очень много еще неизведанного. Это двигается вперед. Развивается химия. То есть на сегодня вы прекрасно знаете, что нанотехнологии, они очень актуальны. Это прорабатывается, в том числе и на нашем предприятии. На предприятии и вообще в жизни, безусловно, с любыми препаратами надо обращаться очень аккуратно. То есть для того, чтобы обращаться с ними, надо знать, что это такое. Химическая технология органических веществ, автоматизация технологических процессов и производств и монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования. Именно по этим трем направлениям проходит обучение в Новочебоксарском химико-механическом техникуме. В планах администрации открыть еще одну специальность. Нам нужно открыть свою специальность фармации, поскольку учебные планы этих двух специальностей это наша химическая технология органических веществ и фармации одинаковые. Ну и небольшие там есть отклонения, вы сами понимаете. Вот и поэтому вот первый год у нас набрана группа фармации. И в этом году мы хотим дальше развиваться по этому направлению. Новочебоксарский химико-технологический техникум готовит специалистов для многих предприятий. В первую очередь это Химпром, Вурнарский завод смесевых препаратов, предприятие малого бизнеса. Именно по химической технологии органических веществ выпускаются 25 студентов, 15 студентов очного отделения и 10 студентов заочного отделения. Трудоустроиться студентам, в данном случае на публичное акционерное общество Химпром, легко, да. Их принимают, их зовут и предлагают все вакансии, которые там либо возможны. Адольф фон Байер, Альфред Лавуазье, Александр Бутлеров, Амедео Авагадро, Роберт Баиль. Имена этих великих ученых-химиков знает каждый уважающий себя студент техникума. Каждый из них внес значительный вклад в развитие этой науки. Совершить открытие в области химии мечтает и выпускница научбоксарского химико-механического техникума Ксения Иванова. Химия – это то, что нас окружает. Это элементарные вещи, одежда, продукты, овощи. То же самое химия. Косметика, материалы всякие. Элементарная любовь тоже – это химия. Химия мне очень нравится, как мы делаем опыты, смотрим за реакциями, как они происходят, как взаимодействуют. Сема моего дипломного проекта называется «Хлорирование, абсорбция и нейтрализация производства метиленхлорида». Я выбрала эту тему, так как меня заинтересовал продукт хлор, так как он ядовитый, действует на организм человека как удушающий. Максим Гордеев уже 10 лет работает с перкарбонатом натрия и все это время нисколько не потерял к нему интерес. Тема моего дипломного проекта «Варка жидкого стекла в производстве перкарбоната натрия». Почему я выбрал эту стадию? Потому что она без этого продукта, перкарбонат натрия, он не будет взаимодействовать и не будет продукта. Играет основную роль. Сложности были составление тертежей, потому что это очень работа трудоемкая и много времени уделяет. Привлекает. Можно делать разные опыты, и это как интересно для меня. Реакции всегда бывают. Бывает то, что у тебя забурлит, закипит. Вот это и есть реакция. Профессия химика небезопасна, поэтому в техникуме особое внимание уделяется правилам работы с химикатами. Использование средств защиты сводит риски к минимуму. Мне нравится эта профессия, потому что увлекательно, как магия какая-то происходит. Можно проектировать любые проекты, усложнять, упрощать. Тема моего дипломного проекта «Гидрирование нитробензола в производстве анилина» на ПАО «Химпром». Анилина – это кровяной яд, как бы много где используется в ококрасочной промышленности, в фармакологии, при производстве пестицидов, гербицидов и так далее. На практике мы с моим руководителем практики, начальника цеха номер 2, Павлов Евгений Владимирович, мы с ним ходили со схемками по производственным цехам. Он мне все объяснял, говорил. В цеху очень жарко, там температура от 300 до 365 градусов. Химия – это мое будущее, моя будущая профессия. Жить этим надо, как-то зарабатывать. Все эти ребята уже выбрали себе профессию. Это можете сделать и вы. На сегодня это все, что мы успели вам рассказать о защите дипломов и таких специальностей, как машиностроение и химическая технология. Выбирайте профессию с умом, а я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевизора Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова